Доброго времени суток, дорогие ютубовецы! Сегодня ко мне в руки, а вернее в руки к моему другу ПАП-планшет E75 Airtap DNS. Он, так же как и мой DNS Airtap 83, работает под двухъядерным процессором ROGCHIP RK3066 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Включаем их. Раз, два, три. Загрузка начинается. Пока поговорим об их компонентах, характеристиках и прочих важных деталей. Оперативной памяти у E75 столько же, сколько и у моего, то есть 1 ГБ. Заметное отличие наблюдается в размере экрана. О, мой планшет загрузился быстрее. Все процессы открылись сразу. А это еще на второй стадии. Хорошо. Заметное же различие планшета наблюдается в размере экрана. Мой планшет 8-дюймовый, а E75 7. Конечно, E75 держать в руке гораздо удобнее. Как сравнение, приведу пример Samsung Galaxy S3. Как лопата, кажется. Что это такое тут вылезло? Контакт? Офигеть. Хорошо. У моего же планшета разрешение экрана 1024 на 768 точек, а у E75 1024 на 600 точек. Но у E75 матрица из разряда IPS, а у меня TFT. То есть точки на экране заметны сложно, особенно с моим зрением. Встроенной памяти у E75 штанс гигабайт, из которых доступно нам всего 14. А у моего планшета 8 гигабайт, из которых доступно всего 5. На обоих планшетах имеется мультитач, достигающий 5 касаний. А вот и завис. Ох ты, он завис. Отлично. Но об этом мы поговорим попозже. Теперь это фоторамка. Ладно. У моего планшета имеется тыловая камера, в то время как у E75 она отсутствует. То есть, вот эта вот задняя камера. А здесь её не наблюдается. Что же касается фронтальной камеры, то... Закрыть лаунчер. Жесть. Почему-то он сильно зависает. Ах да. Что касается видеоскорителя. Они одинаковые на обоих планшетах. То есть, в 4-ядерной Mali 400. Динамики... Блин. Динамики расположены у моего планшета на верхнем торце корпуса. Здесь и здесь. Защищённой сеткой. А у E75 они снизу. Но где-то вверх, где низ, мы с хозяином так и не забрались. Опять контакт. Как же это получилось? Кстати, хозяин планшета E75 сейчас находится у меня дома. Это его рука. Обзор на неё сделаю позже. И после краткого обзора он даст небольшой комментарий касательно работоспособности планшета E75 и его минусах. Что же касается снова динамиков, то оба они громкие. Сейчас даже продемонстрирую, как на моём. Допустим, тот же самый, как у меня дабстеп. Подходит как для просмотра видео, так и для обыкновенной слушания музыки. На этом ланшете я толком не знаю, где здесь находится музыка. Ну, включи. Прибавь громкость. Ясно. У обоих планшетов отсутствует GPS-приёмник, а также 3G. Про акциерометр даже говорить не буду. У меня он даже на телевизоре есть. У моего планшета присутствует разъём для подключения к телевизору, то есть мини-HDMI. В то время как на этом ланшете он отсутствует. Есть же только мини-USB. Блин, тут контакт зашёл. Как-то получается у меня. Теперь поговорим о батареях. У моего планшета уёмка с аккумулятора 3000 мАч, в то время как у E75 их 3600. Но благодаря IPS-матрице, вернее её отсутствие, мой планшет способен работать на 1 час дольше, чем этот, ну, у E75. То есть мой планшет работает 6 часов, а этот 5. Хм. Это странно. Прям сразу не скажешь. Корпусы обоих планшетов изготовлены из обычного нетоксичного пластика. И у E75 он повреждается значительно больше, нежели у моего M83W. Наверное, потому что я всегда нашёл чехол. Хорошо. Комплектация обоих планшетов включает в себя ОТГ-кабель. Этот ОТГ-кабель от моего планшета, который мне дали с ним в комплекте. Обычный такой, непримечательный. А этот же ОТГ-кабель такой мелкий. И странно сравнивается с этим от E75. Кожаные чехлы. Этот кожаный чехол от моего планшета. Большой, такой, хорошенький. А этот кожаный чехол от E75. Так точно такой же оба на липучках. Они удобны, они можно вот так вот поставить их. И смотреть как кино. Ну, ну... Хм. Я использую такой очиститель для экранов. Мне кажется, он хороший. Конечно же, это мини-USB-кабель для подключения к компьютеру. Нет, это микро-USB. Блин, всегда их путал. Все их путают, я их путаю. Не привыкайте. Ну и руководство по эксплуатации, которое никто никогда не читал. Потому что всё-таки крутые смотрят на Ютубе и понимают, что делать, да? Да, он кивает головой. Ладно. Сетевой зарядное устройство. Но оно обычное, под наши розеточки русские. Чё вы там показываете? Дёте кнопку включения. А вот оно, ясно. Работает мой планшет под управлением операционной системы Android 4.0.4. В то время как E75 работает под Android 4.1.1 Jelly Bean, у которого багов больше. Но об этом он расскажет сам хозяин планшета. Результаты в Antutu почти одинаковые. Разве что у E75 на 1 тысячу больше. То есть у моего почти 12 тысяч, а у этого почти 13 тысяч. Вот грандиноша. То есть все игрушки тянутся одинаково хорошо. Но это ещё время покажет, когда там, не знаю, GTAs на адрес переведут. Приведу как пример игрушек. Вот такую. Кто помнит, ставьте лайк. Помните, за что делать? Ай-яй-яй! 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 Здорово! Мне очень нравится играть и оплачать, потому что на нём реально удобно. Я всё хотел себе тоже 7-дюймовый, потому что в эту игру играть вот так крайне неудобно. Но на этом же делать то же самое вот так. Действительно просто. Что? Ммм, точно. Баг? Или это так и должно быть? Он их передвигает? Ставим, смотри, поставил вот так. Давай я попробую. Держи дольше просто. Поставил вот сюда. Да. Игра вернул. Ух ты! Иконочка потерялась. Классно! Отличная игра, всем советую. Я её спрошёл. Попробую запыльнуть левел. Попробую запыльнуть левел. Ай-яй-яй! Блин, я лох. Ну да, я смотрю прям через объектив камеры и... Ай! Чего я хотел. Ай-яй-яй! Я лох. Теперь проведём работоспособность на этом лошаде. Блин. Как он постоянно вырубается, меня напрягает. Хорошо. Гопник 2. Что это за игра, интересно? Возвращение в Мухосрамск. Боже! Ладно, продолжим. Мухосрамск forever. Отморозок. Выбираю этого. Окей, ладно. Сюда идём. Магнит. Нам что-то покажет. Бойцовки... Борцуха! О, можно драться. Какая классная игра. О! Одинаковые игры. Я только что их заметил. Запускаем. Давай вместе поиграем. Не наклоняем его просто копить. О! 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 Одинаковые игры. Ничья. О! 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 Я же тебе говорил. О! Вектор и юнит. Бить баги. Битц. 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 Я её уже удалил у себя. Как-то не странно. И не жалко. Да, помню эту игру. Часто кататься ещё будешь, да? Поехал. А нахитую кнопки. Ну, да? С клапками удобней? Лагов нет? Лагов нет? Стопайся, сделай так. Блин, я не успел. Хорошо. Ладно. Пришло время рассказать об его минусах. Начинай. В общем. У хозяина этого планшета, так сказать, небольшие заблуждения в качестве работы этого планшета. Мой же работает отлично. Тач, все дела, перелистывание и игры. Всё тянет хорошо. Нагревается только возле камеры. У нас, скорее всего, там просто стоит процессор. Но это и нормально. Мне нравится им пользоваться. Очень удобный и не очень тяжёлый. Смотрю, тут спокойно видео. Харламов и Батрудинов. Ставь лоис, если бомбануло. Громкий. Я надеялся наклеить на него защитную плёнку, но потратив несколько плёнок и так ни одну успешно не наклеив... Я полейбался. Да. Наклеивание плёнки стоит 500 рублей. Когда там бывает, чё-нибудь делаешь, делаешь, лазишь... А потом через пару минут отвисает, нахуй. Отвисает он у него. Ясно. По-моему, уже зависание наблюдалось всего один раз, когда мне нужно было распечатать реферат. Я тогда стоял возле копировальни и клялся им, что он сейчас загрузится. Также хозяину очень не нравится то, что планшет крайне сильно нагревается. Да? Ладно, нафиг эти минусы. Короче, он лагает очень сильно. Постоянно просто зависает и выносит его и, блин, ну его нафиг. Берите этот. Серьезно, отвечаю. Просто отвечаю. Все, конец.